Об энтеровирусных инфекциях вспоминают каждый год. Это связано с сезонным подъемом заболеваемости. Возбудителем носоглоточной кишечной инфекции может стать любой вид энтеровируса. В этой группе более 100 различных видов. Потому и различить самому, чем именно заболел, сложно. Однако массовое упоминание устрашающего слова «энтеровирус» произошло только в этом сезоне. Люди сразу в интернете начали искать симптомы и побежали в больницы. А бдительные электронные СМИ все чаще стали публиковать заметки. По мнению заместителя Минздрава Ольги Богдановы, это происходит ежегодно из-за малой информированности населения. На пустом месте возникло паническое состояние населения. Мы также выходили, рассказывали. Ситуация была абсолютно такая же. И в прошлом году она была такая же, но только не получила массового обсуждения, как в средствах массовой информации. И, соответственно, не было такого обращения граждан. Понятно, что люди читают информацию в интернете, в газетах, паникуют и обращаются к нам за разъяснениями. Разъяснить важные околоэнтеровирусные вещи, такие как меры профилактики или вредность самодиагностики, и пришли эксперты уже во второй раз. Представитель Роспотребнадзора Наталья Анпилова констатирует, на территории Омска нет ни эпидемии, ни вспышки энтеровирусных инфекций. Эпидемии энтеровирусной инфекции нет, вспышки нет. Мы говорим о сезонном подъеме заболеваемости, который ежегодно происходит не только на нашей территории Омской области, но и на территории других субъектов Российской Федерации. То есть это ожидаемая ситуация. Эпидемии нет, но в отделение продолжают поступать дети с подозрением на вирусный менингит. Определить, что именно у ребенка, можно только спустя 5-10 дней. Эксперты успокаивают. Эти единичные случаи с подозрением на энтеровирус в пределах нормы. Есть клиника, есть наличие менингиальных симптомов, но менингиальные симптомы иногда есть и при других инфекциях. И тогда часто доказательством служит проведение лимбальной пункции. И количество детей подтвержденных, уже тогда мы говорим, но опять же мы не можем сказать этиологический фактор, чем вызван данный вирусный менингит. Этиологический фактор мы получаем только после лабораторного подтверждения. Факт, что эпидемии и вспышки энтеровирусов нет, не означает, что пора усыплять свою бдительность. Даже обычный грипп может спровоцировать энтеровирусный менингит. Специалисты призывают максимально обезопасить себя. В этом поможет только профилактика. Не нужно отказываться от календарных прививок. Перед употреблением в пищу овощей и фруктов стоит не только тщательно их вымыть, но и ошпарить кипятком. От такой термической обработки вирус погибает всего за минуту. А вот к минусовой температуре возбудитель устойчив. Поэтому перед заморозкой продуктов эксперты также советуют кипяток. Поможет и усиленная самогигиена. Соблюдать эти правила нужно не только детям, но и взрослым. Последние могут не заразиться, но быть разносчиком вируса. Ксения Бесараб, Юрий Дорошенко, Антенна 7.